В Приднестровье выпустили специальную воду для туристов. Пить можно и местным, но будьте готовы, глоток и сразу хочется куда-нибудь в Чобруче. На бутылке с питьевой водой от хлебокомбината нанесли QR-коды. Они открывают наши туристические маршруты. Алина Ганган попробовала новый напиток и навела камеру своего смартфона на самые прекрасные места нашей страны. Алина, обеденный перерыв закончился, пора работать. Да как можно работать, когда на улице лето, солнце и жара? Единственное, чего хочется в такие моменты, это побыстрее уехать в отпуск. Но отпуск у меня еще не скоро, и упустить хорошую погоду, длинный световой день и выходные как-то не хочется. Поэтому идеальный вариант отправиться в путешествие по Приднестровью. Туристического гида не берем, достаточно просто взять новинку от терраспольского хлебокомбината и по их совету исследовать Приднестровье. Бендерская крепость – это памятник архитектуры 16 века. Стены здесь сохранились до наших дней в первозданном виде. Есть музей пыток и ядро, на котором Мюнхгаузен летал над крепостью. Это только малая часть того, что я успела прочесть, как только сканировала QR-код на этикетке. Кстати, забыла еще упомянуть. Бендерская крепость – одно из самых популярных и красивейших мест Приднестровья. Это место собирает десятки тысяч человек на фестивале, концерты и спектакли. Цитадель в буквальном смысле окутана легендами. Многие приезжают сюда, чтобы просто окунуться в историю того времени. А вот это по душе туристам-экстремалам. Двигаемся дальше по маршруту с этикетки. Иргриопольский картодром – единственный и в Приднестровье, и во всем регионе. Гоняли на картах еще с 75-го года советские школьники. В 90-м появилась своя гоночная трасса. Пару лет назад ее отремонтировали. Здесь проводят чемпионаты Молдавии. Непрофессионалам гонять тоже можно. Карты сдаются в аренду. Если верить QR-коду, следующее место для путешествия – Дубоссарский научный заповедник Ягорлык. За кабанами, редкими видами растений, рыбами и рельефом, которые часто сравнивают с Крымом, нужно ехать сюда. Природа во главе. Запасайтесь свободными часами и наблюдайте. Тишина и внимательность – главные критерии успеха. Если хотите что-то или кого-то заметить. Семеро белых лебедят – вот за что точно можно полюбить Екатерининский парк. В этом парке и песни споют, и на качелях в Чудограде покатают, и окунуться в фонтан разрешат. А еще в списке дел у каждого туриста сфотографироваться с пятиметровой российской императрицей и залезть на коня полководца Суворова. И успеть все это сделать вечером, когда парк заиграет яркими красками. Нос, губы и лоб, спрятанные в скале. Секреты золотых волоса у Рики и тройная радуга. Разгадать эти тайны в Чубриджском парке имени Родина туристы пытались еще с конца 50-х годов. Дмитрий Родин вдохновился на создание парка, когда увидел икону Рублева Троица. Камень означает твердость духа, крыло – это его парение, небо – бесконечность мысли. А вода – это начало жизни. Все это Родин воплотил в парке. Если двигаться на север, в центре самого старого Приднестровского села Каменского района нас встречает старинная синагога. Вернее, то, что осталось от внушительного величественного здания, которого построили в Рашкове в 18 веке. Место входит в двадцатку красивейших зданий 18-го столетия, которые сохранились в Европе. Еще одно село в Рыбнице, которое славится памятником архитектуры 19 века – это Струинцы. Приехать сюда нужно хотя бы ради этих видов. Они открываются с верхушки утеса и башни ветров, которую построили в честь русского генерала-фельдмаршала Вингенштейна. Чтобы выйти к обзорной площадке, на которой возвышается башня ветров, нужно пройти через виноградные террасы. Это тоже задумка Вингенштейна и тоже невероятной красоты. Так, где мы еще не были? Кажется, я уже все успела рассказать и показать. Вот такое у нас получилось турне по Приднестровью. Мы с вами прощаемся. Я иду работать в ускоренном режиме, потому что достаточно на красоту нашего края я еще не нагляделась. А вы сканируйте и выбирайте. Выходные в самом разгаре. Алина Ганган и Данила Кузьменко. Отражение. Отражение.